Здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире Черноморского телерадио компания. С вами ведущий Владислав Маструк. Ко моим собеседникам сейчас будет Норья Золкина, политический аналитик. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот по случаю второй годовщины марша миллионов, это было 1 декабря, то есть вчера, считаю, что сегодня 2 декабря, в сети появилось открытое письмо или даже обращение к президенту и премьеру. Ну, как там сказано, там много авторов у этого текста и много требований к президенту в первую очередь и премьер-министру. Ну, их на самом деле не много, их 5, но каждое из этих требований потом предразумевает под собой целый ряд подтребований, да, и действий, которые должны будут потом выполнять те, у кого сейчас есть власть. Вот их, перечислю их не так долго, вот начать реальную борьбу с коррупцией, восстановить справедливость, добиться верховенства права, обеспечить прозрачность власти, озвучить четкий план, особенно что касается деоккупации Крыма и Донбасса. Вот вы часто занимаетесь тем, что вы исследуете общественное мнение по всей Украине, вы ездите тоже очень часто по всей Украине и общаетесь там с людьми. Вот эти пять пунктов именно вот в такой градации, это то, что действительно хотят люди на местах или это такое воображение, да, вот тех, кто в Киеве сидит и они думают, что это то же самое, что хотят вот все украинцы? Я думаю, что эти пять пунктов, они на самом деле артикулируют то, что в головах и то, что не только в разговорах на кухнях, но и в принципе, простите за патетику, в душе у каждого украинца. И это подтверждает в том числе и те результаты общественного исследования общественного мнения, которыми мы в деминициативах занимаемся. Потому что, например, борьба с коррупцией, она была запросом номер один среди всех реформ, которых ожидало украинское общество после Майдана. И борьба с коррупцией и в этом году, в 2015 по-прежнему остается приоритетом номер один для более чем 60% населения Украины. Причем, вот этот запрос на борьбу с коррупцией, он объединяет абсолютно все регионы Украины. Вопрос с верховенством права, ну это то, где проверяется собственно уровень прозрачности и демократичности общества. Потому что, если человек не может защитить свои базовые права и свободы в суде, то это означает несостоятельность того или иного государства как правового государства. И, наверное, поэтому запрос на реформу прокуратуры, реформу судебной системы, реформу правоохранительных органов является запросом номер два среди требований украинцев к тем реформам, которые в первую очередь должны быть внедрены в украинском обществе. Что касается проблемы Крыма и Донбасса, хотя отдельно эти политики или эти требования не входят, скажем так, в первую тройку реформ, которых больше всего ожидает украинское общество, но они артикулируются и имеют достаточно серьезное значение. Потому что сейчас уже по прошествии почти что двух лет с момента аннексии Крыма и более чем полутора лет войны на Донбассе абсолютно очевидно, что до тех пор, пока украинское государство не выработает четкую политику, как мы взаимодействуем с ныне оккупированными территориями, нам будет очень тяжело, во-первых, вести международный переговор относительно этих территорий. Потому что чем меньше Украина будет активничать, создавая и предлагая собственную повестку дня по Донбассу, тем больше мы будем становиться объектом навязывания нам чужого видения того, как проблема на Донбассе должна быть решена. И в принципе, если с Крымом ситуация отличается от Донбасса и здесь более статичные рамки для ведения переговоров, то на Донбассе мы очевидно наблюдаем, насколько активной и субъектной была Украина в начале переговорного процесса в 2014 году. И мы видим, насколько возрастает постепенно влияние наших западных партнеров на украинскую сторону в плане стимуляции Украины к каким-то новым компромиссам или уступкам. И сейчас от того, насколько Украина способна будет предложить, если не те уступки, на которые нам предлагают пойти, то что взамен мы предлагаем и как мы сами видим взаимодействие с оккупированной территорией, если мы этого не предложим, то мы будем вынуждены постепенно де-факто согласиться с той повесткой дня, которую нам предложат в рамках уже четырехсторонних переговоров. С Крымом ситуация, как я сказала, более статична, но до тех пор, пока мы не решим вопрос, как мы относимся к этой территории, мы имеем два основных риска. Мы имеем риск потерять вопрос Крыма вообще в поле переговоров относительно урегулирования конфликта с Российской Федерацией. То есть банально то, что со временем об этом вопросе де-факто забудут и от Украины, именно от государства Украины, зависит насколько этот вопрос будет оставаться в поле зрения наших западных партнеров. И второй риск, который здесь есть, если мы не выработаем позицию Украины по отношению Крыму, мы создаем внутренний очаг такой нестабильности, потому что есть крымские татары, которые являются очень активными, есть правозащитные организации, которые пытаются достучаться до властных кабинетов и сказать, что мы должны защищать своих граждан. Мы должны, если мы не контролируем эту территорию, то мы обязаны создавать механизмы, которые будут способствовать защите хотя бы хоть какой-то защите прав человека на той территории, которая украинская, но не подконтрольно украинскому правительству. Ну и вы знаете, что наверное самое важное, это больше вопрос в такой среднесрочной, долгосрочной перспективе, это вопрос легитимности действий представителей украинской власти, то ли с нынешними лицами, то ли это будет другой какой-то персональный состав, это не важно. Но доверие украинцев к институтам государства зависит от того, насколько эти институты способны разработать политику относительно оккупированных территорий. Это такой тест на зрелость и государственность, но не в том смысле, в каком Россия любит говорить об Украине, но в принципе о том, насколько мы способны предложить собственное видение решения проблемы. Вот например, давайте остановимся по поводу четкого плана, который говорят, что он есть, но его никто не озвучивает. Его нет. Я не знаю, если нет, вот например, когда были взорваны вот эти вот линии электропередач, потом милиция, даже не милиция, Насгвардия пошла не восстанавливать порядок, ну в принципе окружить вот эти вот сорванные электропередачи, эти вот столбы, да, чтобы там пришли потом ремонтники и возобновили эту их работу. Тогда начался такой конфликт между активистами, которые участвуют в гражданской блокаде непосредственно с Насгвардией. Был поднят шум, бьют крымских татар, бьют украинских патриотов, и здесь под зданием администрации президента на улице Банковой собралось ну несколько сотен человек, которые были возмущены. Причем люди даже, ну там главный редактор, например, украинской правды, да, там, ну такие люди непростые, да, которые знают себе цену и знают свои права. Так вот, к ним вышел представитель администрации президента, я точно не помню его фамилию, он сказал, что у нас… По-моему, Ростислав Павленко. Да, он сказал, что есть план, так он его не озвучил. Вот в связи с тем, что вообще происходит с вот этой энергоблокадой Крыма, да, которая непонятно, ее украинская власть хотела или не хотела, хочет или не хочет, будет хотеть или терпеть завтра или не будет. Потому что вот с одной стороны мы слышим господина Демчишина, который говорит, что это же выгодно торговать с оккупированной территорией. Он говорит, выгодно, мы получаем сколько-то миллион долларов в месяц приблизительно. Ну, для нищей страны это не маленькие деньги. С другой стороны мы слышим, что в принципе ничего это не угрожает, там, ну украинская материковая часть, а потом наоборот, через день мы слышим, что это грозит, не знаю, там, экологической катастрофой. Причем, говорят, люди приблизительно одни и те же, только совсем разные вещи. Это я не очень понимаю позицию государства. Может быть, вы бы ее четче видите? Я скажу так, если бы четкий и очевидный план взаимодействия с Крымом как с оккупированной территорией, взаимодействия с частью Донецкой и Луганской областей как оккупированной территории существовал, то мы бы о нем знали. Во всяком случае, даже без официальных заверений, было бы понятно, что и существуют какие-то принципы, на которых основывается политика государства по отношению к этим территориям. Мы изучаем проблему там, в частности, общественных настроений на Донбассе и в целом относительно в Украине, относительно там, например, этой оккупированной территории. И вообще занимаемся, пытаемся разработать какую-то карту, в рамках которой было бы понятно, какие варианты есть у Украины. Я бы сказала так, все проблемы связаны с тем, что вот такого действительно не то чтобы плана, а хотя бы каких-то там раз, два, три пунктов, которые являются там основополагающими в политике Украины относительно оккупированного Донбасса, оккупированного Крыма, их просто, ну, мы должны быть честными перед собой, их до сих пор не разработано. Если их нет до сих пор, то это значит, что они должны быть разработаны, пусть с двухлетним, пусть с полуторагодичным опозданием, но они должны быть разработаны. Чем больше мы затягиваем, тем больше шансов, что эту повестку дня будут предлагать, например, те же гражданские активисты, и они ее, в принципе, уже предлагают. Только получается на выходе конфликтная ситуация, когда то, чего требует общество после того, как это не было сделано государственными институтами, получается конфликт между тем, что готова сделать власть и тем, что требует уже в такой более активной и, возможно, даже радикальной манере требует общество. И пример с акцией гражданской блокады Крыма очень яркий, потому что это, на самом деле, это не блокада, потому что мы понимаем, что до тех пор, пока не были нарушены линии электропередач, то, что происходило, вот недопущение конкретных фур, ну, это же не блокада, будем откровенны. То есть это всего лишь маленькая частица того, что могло бы быть блокада, если бы это было на государственном уровне. Самое опасное здесь это то, что, с одной стороны, с Крымом вообще абсолютно абсурдная ситуация получается. У нас есть территория, и мы должны иметь какую-то позицию по отношению к этой территории, и здесь могут быть разные варианты. Может быть блокада, если, ну, как инструмент давления на страну-агрессора. Здесь может быть и торговля, то, о чем говорит господин Демчишин. Только в моем понимании, торговля с территорией, которая является оккупированной, должна быть на таких условиях, чтобы мы не способствовали развитию экономики оккупированной территории, и чтобы мы не способствовали наполнению бюджета страны-агрессора. А наоборот, создавали такие инструменты, торговые инструменты, возможно, давление на вторую сторону, чтобы она была более уступчивой в других вопросах. Ну, например, элементарно заоблачные цены на те услуги, которые Украина может продавать Крымскому полуострову. И это может, соответственно, иметь, ну, такой вес в политических переговорах, когда будут идти разговоры об освобождении политических заключенных, то, чего требуют гражданские активисты. Ведь это не много на самом деле. Это конкретные люди, это прекращение преследований, прекращение запугивания. И хотя бы таким образом, пусть с помощью торговли, но при таких ценах, чтобы мы имели вес в этом процессе, чтобы мы могли использовать это как инструмент давления, пусть она существует. Но разве то, что созданы те условия, которые созданы для торговых связей с оккупированным Крымом, разве они добавляют Украине каких-то бонусов в рамках переговоров с Российской Федерацией? Абсолютно нет. Более того, это вообще абсурдно, когда права граждан, прописанных, зарегистрированных в Крыму, людей, выехавших с этой территории или людей, находящихся там, они ограничиваются. И даже тех людей, которые сделали свой выбор и переехали на материковую часть Украины, мы де-факто ограничиваем их возможности, как внутренних переселенцев. И существует тысяча препятствий для того, чтобы они обосновались на новом месте. Но при этом мы продолжаем функционировать не просто в режиме торговли, а в режиме свободной экономической зоны. Это абсурд. Я исхожу из того, что если мы и поддерживаем какие-то связи, то это должно прибавлять каких-то бонусов украинскому государству. В ситуации с Крымом этого нет на сегодняшний день. Вот вы говорите, это абсурд. Многие крымчане, которые приехали сюда, говорят, на материковую Украину, говорят, что это абсурд. А даже многие крымчане, которые живут непосредственно на полуострове, говорят, что это абсурд. Что нельзя так открыто вести торговлю с оккупантами. Но вот в связи с этим хочу вам процитировать Максима Нефедова, это заместитель министра экономического развития и торговли Украины. Вот он написал ответ на это обращение, называется «Тем, кто требует от власти плана». Да, вот его ответ опубликовало издание «Новое время». Вот что он говорит. Ну, не все, там буквально вот цитата. «Нема якоїсь окремої влады, окремої элиты, інших дорослых людей, до яких мы, як діти, звертаемось зробить нам добре и так далее и тому подобное». То есть он говорит, что если хочешь, бери и делай. Ну вот, например, вы эксперт, понимаете, что свободная экономическая зона с Крымом – это абсурд. Там крымские татары понимают, что это абсурд. Не знаю, там, многие сотрудники даже этой телекомпании понимают, что это абсурд. Но кто-то решил, что это не абсурд. И так оно есть, потому что тот, кто это решил, что это не абсурд, у него есть все полномочия. А тут Максим Нефёдов говорит, что у нас нет никакой отдельной там влады, элиты и так далее. Вот я с ним не согласен, если честно. А вы? Скажем так, если говорить о локальном вообще уровне и зависимости изменений в государстве от каждого отдельно взятого человека, то на этом уровне, в принципе, Нефёдов прав, что нельзя оставаться в стороне от тех процессов, которые происходят в государстве. И от того, насколько люди будут, на мой взгляд, активными на уровне своих громад, на уровне общественной какой-то деятельности, от этого будет зависеть успешность государства. Это очень яркий пример тому, насколько от каждого отдельно взятого человека может зависеть его собственное будущее, будущего соседей. Об этом говорят, например, результаты выборов, когда молодое поколение просто не пришло на избирательные участки. Об этом, этим объясняется результат того же оппозиционного блока в Донецкой и Луганской области. Не тем, что там 30, 40 или даже 50 процентов, как это было, например, не на Донбассе, а в Харьковской области, как это партия, Ведроджине. В Харьковской, Ведроджине, да. На территории Донеччины и Луганщины много где, относительно или даже абсолютное большинство в местных радах, взял оппозиционный блок. Но эти проценты, они относятся к той части населения, которая пришла на выборы. Да, результат от этого не будет менее легитимным. Но это свидетельствует о том, что люди, которые могли бы изменить расклад, например, политической элиты на местах, они на выборы не пришли. И это было активное молодое поколение, которое просто проигнорировало выборы. Вот в этой ситуации я согласна с тем, что не нужно уповать на кого-то, нужно всеми возможными способами добиваться решения вопросов. И в том числе, вы знаете, когда не состоялись выборы в Красноармейске и в Мариуполе 25 октября. Это тоже было, с моей точки зрения, более позитивным, чем негативным результатом. Потому что лучше, что выборы не состоялись тогда, когда они прошли по всей Украине. Но не состоялись почему? Потому что были способные активисты на местах, способные противодействовать выборам, вопреки всем правилам и логике избирательного законодательства. То есть вот это было важно. Если говорить о том, насколько отдельно взят, активность отдельно взятого человека влияет на общегосударственные вопросы, ну, вы знаете, нужно выбирать, скажем так, цель. Вот если мы говорим о блокаде Крыма, да, гражданской блокаде Крыма. То есть абсолютно реалистичными должны быть цели. Они, в принципе, были очень реалистично озвучены. Одна из них — это ликвидация упрощения закона о свободной экономической зоне. Вот эта цель, ну, собственно, на это должны все давить. И здесь я согласна с тем, что не нужно просить просто или рассуждать о том, что это неправильно, а нужно объединиться представителям медиапространства, представителям экспертного сообщества. Есть люди, которые стоят на границе административной, материковой и Украины, и полуострова Крым. То есть таким образом просто нужно требовать. Но есть вещи, которые невозможно сделать, находясь вне власти. И поэтому не все, не все, к сожалению, можно сделать, находясь в статусе журналиста, эксперта, общественного деятеля. Абсолютно. Но можно способствовать тому, чтобы то или иное решение было принято. Ну, вот смотрите, по поводу выборов. Да, вот вы говорите, молодежь или те, кто хотели перемен, они просто проигнорировали выборы и не пришли. Но, возвращаясь опять к словам Нефедова, что нет никакой отдельной власти или отдельной элиты. Но я ошибаюсь, или это была прерогатива политических партий, выдвигать кандидатов и так далее? Прерогатива. Правильно? Приняли, что такой закон в Верховной Раде. Да, абсолютно. Правильно. И поэтому, а может быть, просто вот эти партии другие, которые не оппозиционный, я про Донбасс конкретно, которые не оппозиционный блок и не, допустим, наш край, они просто не сочли нужным тратить на это усилия и деньги, чтобы выдвигать туда тех кандидатов, которые могли бы привлечь внимание и заручиться симпатиями избирателей молодого поколения или тех, кто хочет перемен. Понимаете, вот такие вот двойные стандарты. У нас, как бы, с одной стороны, да, мы должны делать и правильно, само собой, а с другой стороны, есть все равно, какая крупка людей, которая вот постоянно гадит. Ну, ради справедливости я должна отметить, что во власти после революции достоинства появились отдельные личности, которые заслуживают доверия, которые пытаются, находясь в системе, пытаются что-то изменить. И, вы знаете, вот то обращение, на которое уже реагировал Максим Нефедов, оно, в принципе, укладывается в логику людей, которые поверили, что можно что-то изменить, и которые, на самом деле, для меня это обращение имеет символическое значение. Это больше даже не призыв к президенту, к парламенту, к политическим партиям. Для меня это обращение – это свидетельство того, что есть часть в обществе, которая не просто поверила два года назад возможность перемен, но готова признать эту ответственность за то, что происходит после того. Потому что людям, которые были активными европейстами, которые активно выступают за те процессы, которые начались после революции достоинства, то есть они чувствуют на себе ответственность за то, что происходит в государстве. И Максим Нефедов, кстати говоря, один из представителей действительно новой политической элиты, новых управленцев, которые приносят все-таки новое качество. Даже чего стоит Прозору новая система государственных закупок. Это гениальная идея, гениальная разработка. Уже экономится сотни миллионов гривен благодаря этому. Но пока что, несмотря на то, что такие люди зашли во власть на разных уровнях, но все-таки зашли во властные кабинеты, все равно система как таковая оказывает колоссальное сопротивление. Причем, например, сейчас много баталий идет вокруг закона о государственной службе, которой никак не удается полностью проголосовать. Почему? Потому что, наверное, абсолютное большинство чиновников, из тех, которым выгодно работать в нынешних условиях, которые привыкли к тому, что есть определенные правила игры, они по ним играют и неважно, насколько эффективна есть государственная служба в целом, они будут сопротивляться. Будут сопротивляться политические силы, которые привыкли, что на тех или иных государственных должностях человек оказывается по принципу квотирования, а не потому, что он эффективный управленец. Но если говорить в целом, то в любом случае, если не пытаться и не бить в одну и ту же точку по каждому конкретному случае, то тогда точно ничего не поменяется. Поэтому усилия и отдельных молодых политиков, и молодых управленцев, и каждого человека в отдельности... Должны привести к результату. Должны привести к результату. Смотрите, мы с вами поговорили о том, чего хотят украинцы. В принципе, мы это в начале программы. Вот часто мы задаем себе вопрос, хотят ли русские войны? Но вот кроме войны, чего они еще хотят? Да? Вот журналисты московского радио Свобода задали этот вопрос как раз россиянам. Давайте посмотрим. Каких перемен в России вы ожидаете? Да, знаете, есть поговорка такая или пословица китайская. Не дай Бог жить в эпоху перемен. Чтобы все было спокойно, не было никаких войн. В ближайшее время никаких. Ну, мы же да, ни плохих, ни хороших. Я надеюсь, что у нас начнут давать нормальные суммы на образование. Работать. Хотелось бы. Чтобы была бы сильная экономика. Надеюсь, что цены вернутся в нормальное русло. И курс доллара, и евро тоже. Чтобы воровали меньше. Ну, чтобы возможность была... Сейчас очень много сокращений, и заработные платы посократили. Ну, хотелось бы побольше, чтобы было место для трудоустройства. Ну, и чтобы достойная заработная плата была. Какой-то более стабильности, что ли. Чтобы вот не узнавать, например, что повышаются цены, да. Никаких. Ну, перемены нужны. Ну, правовые. Вот в правовом поле нужно ввести очень большие изменения. В судах, чтобы человек мог добиться справедливости. Лишь бы не было войны, вот так. Я думаю, что когда уйдет правительство, тогда что-то будет хорошего. А пока все плохо. Ну, это на первом месте, конечно же, войны не было. Потом зарплаты побольше. Ну, вот, оказывается, не все русские хотят войны. Не все хотят. У украинцев тоже был такой период, когда часть украинского общества соглашалась на постулат стабильности покращения. И, к большому счастью, украинцы в этот период закончились, а пусть и такими серьезными потерями и с такой кровью. И сейчас самый лучший момент, наверное, из всех возможных, когда уже тяжело и в экономическом и финансовом плане, тяжело во всех отношениях к среднестатистическому гражданину. И это лучшее время, на самом деле, для реформ. Потому что, когда больно и так, то ломать систему на самом деле проще. Благодарю, Марию Золкину, за эту беседу. Оставайтесь с нами.